привет что это у меня в руках штука которая как говорится в названии этого видео сделает тебя чемпионом сделает или нет телеметрия все знают это слово очень часто телеметрию путаю с хронометражом например на картодром это что мы имеем датчик это датчик хронометража данные которые мы с него получаем с помощью программы которая называется кстати карт хрона это хронометраж данных да то есть мы записываем просто времена кругов отсечка отсекся датчик через петлю следующий раз отсекся это время программа высчитала от отсечки до отсечки показала вам данные это просто продвинутый современный крутой секундомер они такой как у тренера физкультуры учителя физкультуры школе был в наши времена сейчас наверно у них уже все на телефонах многие знают кто уже ездил со мной в клубе об этом устройстве и сейчас фоном включено видео этих видео есть два у нас на канале группе реки как ездить быстро в частности это видео называется так и называется телеметрия где подробнейшим образом я сравниваю данные кругов свои с кругами масунова загорулька и поляруша и показываю какое преимущество какие возможности может дать софт то есть программное обеспечение программа анализа данных которые вам дает эта штука эта штука многофункциональное устройство которое вы устанавливаете себе на руль считывает данные но насчитывает не только те данные которые считывает датчик который хронометрет время это устройство уже называется телеметрии и она дает безумно много данных в зависимости от того что мы к нему подключим если мы подключим к нему различные датчики мы получим датчики температуру обороты и так далее но мы не будем угуляться тратить время на это поскольку мы сейчас не о спортивном картинге снимаем ролик мы говорим о прокатном картинге и о том каким образом можно с помощью телеметрии стать быстрее в картинге какое устройство лучше приобрести какие они есть какие имеют свои плюсы как не имеют свои минусы и как и на чем остановиться и что нужно для того чтобы это все заработать следующим шагом уже будет изучение программы соцена по то устройство которое вы выберете и так что может то устройство мы его устанавливаем на руль вот это вот крепление которое сейчас я показываю да это уже куплено заводское крепление причем не под вот этот а и морские микрон чик который называется у нас соло 2 производитель а им да а под альфа она но я уже самостоятельно просто смастерил таким образом что смог его одно соединить с другим очень удобно именно на прокатный карт становится вот эти вот пазики они придуманы специально под руль соде которые круглые но в том числе становится и на вот эти формальные рули и таки на формальные рули у меня есть второе крепление которое имеет пазик но мы его изготавливали самостоятельно вы делали клинка олег прекрасно знать как это сделать из пластика вырезается я насаживается просто и потом стопорная резиночка такая же на всякий случай фиксирует веселом отвалится от руля это все уже такое простой способ почему я говорю и акцентирую внимание на самих вот этих креплениях дополнительно потому что это не часть самого устройства да то есть сама вот эта площадка более большая чем само устройство в данном случае но уже здесь на винтах прикручена штатные инферсия устройства изначально эти устройства они идут либо на мотоцикле либо на спортивные карты где они стационарно устанавливаются и всегда там остается поскольку мы живем в условиях прокатного картина на это устройство брать с собой ставить снимать переставлять на другой карт быстро во время гонки например во время пидстопов тогда уже нужно его дорабатывать его доработать можно с помощью собственных мозгов и рук что мы благополучно делали либо купить такой вот переходничок и площадка с круглыми сферическими пазами на чтобы прям просто отдел на рублику занимает несколько данных случаев это лучшее решение которое есть но пятки она идеально подходит только для круглых стандартных руля и соди а не для формулы которых у нас большинство сейчас но то которое одевается сверху на роль формульная она не подходит соответственно на круглые рули поэтому тут нужно уже по ситуации смотреть чтобы уже одули все к одному типу не приводить либо на некоторые рули она просто не будет одеваться у меня например это устройство было и с прямоугольными под формульные рули поскольку нас их больше но на тех карта на которых было круглое я не смогли это лучше сразу под себя адаптировать и зависимости от того где мы ездим уже подбирать все крепления либо сделать и отма универсально и уже либо то либо то использовать и вообще придумать какое-то свое новое которое будет цель для вас дело дело хозяйское как говорится возможности которые дает устройство с точки зрения программного обеспечения для анализа своих данных для анализа уже потом дома дома открываем компьютером открываем другие или прямо на треке потренировались проанализировали данные увидели свои ошибки сопоставили там свои четыре пять кругов или проехали с напарником с кем-то еще сопоставить друг другу мы видели где теряем где проигрываем где мы тормозим позже где мы разгоняемся да то есть мы можем увидеть в какой точке трека мы тормозим в какой точке трека какая у нас скорость основная здесь особенно вот в прокате то что будет видно точки торможения поскольку в большинстве случаев во всех случаях проблема торможения было в том что тормозили раньше и дольше в сравнении там с моими до показателями какими-то то есть все начинающие тормозят два варианта либо тормозят слишком поздно из-за чего въезжают быстро в поворот либо тормозят рано но они эффективно не дожимают педаль даже когда поздно тоже не дожимают педаль да то есть условно я затормозил на 50 метре дистанции и за 25 метров погасил скорость другой пилот затормозил тоже на 50 метров дистанции но через 25 метров у него скорость выше еще на 7 километров в час чем у меня то есть он не дотормозил скорость на 7 метров в час выше в этой точке проводит того чтобы ты вот не может но на глаз когда мы находимся на треке это определить просто невозможно ну да вроде не там дотормозил ну да вроде он там чуть раньше или чуть позже вот эту эффективность там скорость определить какая у тебя в точке входа поворот в апексе я на глаз невозможно и на в этом вам поможет вот это устройство и программа анализа которая на ваших экранах сейчас еще раз как с ней работали вы сможете посмотреть в видео как ездить быстро урок номер 15 километрия и у нас кроме этого видео еще есть в том числе мы ее использовали даже в симуляторах ну вот это она единственная которая лучше рассказывающая именно прокатом континге точки торможения скорость поворотах вся покруговка сохраняется вся абсолютная история и здесь мы вот по цвету видим да сравнивать мы можем пилотов есть даже датчики там перегрузок и тому подобное но это нам не надо нам нужно просто открывать график вот здесь мы видим на экране график в котором мы смотрим скорость у нас есть и верхний график это скорость сравнения там разных кругов или разных пилотов у кого где выше где меньше непонятно когда растет диск опускается здесь мы представим что это трасса первый поворот потом второй поворот дуга потом третий поворот если мы едем там по часовой стрелке данной рельефе разгон потом с к на 5 разгон потом влево вправо выход напрямую разгон здесь вот соответственно это отображается снижением скорости ростом скорости снижения просто на графике здесь это выглядит мелко но когда мы каких-то момента приближаем это видно уже масштаб увеличиваем и подробно подробно изучаем плюс здесь вот мы сверху увидим данные с со скоростью в каждой точке средняя скорость на круге минимальная максимальная скорость в каждом на каждом метре дистанции мы видим скорость в самой гонке когда мы ездим марафоны я бы не использовал их в спринтовых гонках потому что там нам нет смысла работать над стабильностью там над анализом времени своего это в тренировках надо использовать и в длинных гонках марафона тренировках это вообще незаменимая штука в марафоне у вас есть табло у вас есть свои ощущения у вас что есть вы уже реализуете но все равно это отличнейший помощный в горках потому что он в режиме реального времени показывает ваш текущий круг светится вы от своего лучшего круга на на этой дистанции улучшаете или ухудшаете данное мгновение соответственно пробуя ехать по-разному вы видите это приводит к потере или к выигрышу когда вы езжайте напрямую в поворотах не стоит на него конечно же отвлекаться огни вот здесь цветные настраиваются которые красным загораются если вы проигрываете сами себе зеленый если вы выигрываете сами себе и соответственно это тоже помогает просто визуально даже боковым зрением не отвлекаясь не опуская голову увидеть ваш прогресс при различные техники прохождения поворотов а в гонке вы видите свой текущий круг который вы проехали свой лучший круг и последний круг для с каким временем мы проехали соответственно постоянно можете держать темп тут я что-то скатился значит начал что-то делать не так так надо исправить потому что бывает такое вроде дело что то же самое а темпа нет получаете данные мгновенно можно что-то переосмыслить где-то я что-то там забавил а может карт подсел но чаще нужно начали в себе проблему искать потом уже пенять на карту самого последней очереди на что-то другое надо пенять потому что первая проблема которая проводит потери скорости или из-за чего мне показываем скорость это пилот который сидит карте соответственно на длинных гонках и марафонов это это вам даст преимущество в информации если вы способны видео анализировать и с ними работать и менять себя из-за изменившихся условий скорости и тогда потому что бывает такое кто там начинает не научившись на тренировках в повороте на на эту штуку смотреть и такой по ее и 100 колеса зацепил то на внешку улетел то еще что с ним тоже надо научиться работать и начинать тренировок в тренировках он просто в режиме реального времени да мы будем по-разному проходить поворот и будет вам показать мы выигрываем или то этого в общем штука незаменимая и если отвечать на вопрос сделать ли она вас победителем нет не она сделает вас победителем может можете себя сделать вы сами а это одна из важных составляющих на пути к собственному прогрессу можно и без нее но допустим проехали на тренировке с этой штукой с самым быстрым там каким-то пилотом данный момент времени на 1 конкретной трассе тот кому вы на данный момент стремитесь от его результату вы хотите хотя бы к нему прийти понятно что нужно себя самого в первую очередь обижать но пятки нужно начали понять где вы теряете вы нашли где теряете получили данные программу анализа скачали и потом работаете 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 скачиваете посмотрите здесь опять быстро въезжаю в поворот здесь опять быстро въезжают поворот это почти всегда быстро въезжаем поворот здесь газ не дожимая здесь медленно почему-то он не показывает занос он не показывает нам идеальной траектории хотя показывает траектории там тоже есть карта но основное будет крыться в том когда мы тормозим и как переходим в пазу ускорения марафонов в 2023 году у нас будет много и это если кто-то сможет себе приобрести телеметрию очень поможет в этих марафонах и даже просто выехал вот мы переходим самому устройству и к его выбору его взять к сожалению в украине сложновато сейчас с этим раньше у нас были вот этот соло который у меня он хорош во всем и для прокатного картинга свое время я понял что это лучшее решение украине были только микроны которые спортивные вот такие но их недостаток в том вот эти которые сейчас на экране что они работают только когда провод питания накручена свечу нам такое не подходит поскольку опять-таки это для спортивного картинга но потом оказалось что есть мотоциклет на и так называемое решение которая на мотоциклы на мотобайты до ставится и она маленькая и она работает автономно и мужем и нужны и провода просто поставил это я в автомобиле обычно его ставят в том числе а анализ функционал у него все то же самое ну не показывает температуры обороты которые показывают то устройство тоже когда мы на петлю намазываем наматываем провода мы еще обороты ли обороты нам там особо ничего не дадут поэтому вот он наверное оптимально идеально все те данные которые озвучивал у него есть в остальном все устройства плюс-минус по одному принципу работают примерно один и тот же дисплей показывает и он настраивается его можно настроить что вы будете видеть на дисплее только время или там четыре разных показателя настраиваем лучший круг текущий круг в режиме онлайн отставания все это настраивается поэтому вот этот соло 2 он и при этом является самым дешевым решением на сегодняшний день но вопрос только в том где его можно было купить этим вопросом не займемся и будем искать поскольку украине его однозначно нет но зовут викалий или там наверняка его можно купить в америке они то что стоит дороже чем в европе или покупать его если покупать то его надо покупать в европе но когда я был полгода во франции и участвовал в марафонах многие там ездили с такой штукой как альфана которая вообще никак не популярна и не распространена в украине а а там половина людей которые ездили тренировках на спортивных картах ротакс выдели с такой штукой ну я там присматривался к нему выглядит там дисплей там цветной такое здесь какой-то черно-белый вроде графика думаю что за чушь а чего так стоит сколько стоится стоит там даже некоторые экземпляры дороже чем аимовские продукты микрон для спортивного картинга но она тоже идет там с датчиками температура 1 температура 2 выхват вода обороты и тому подобное мне нету или физически показать но я ее брал на гонке бушную у ребят и ездил с ней и понял что это лучшее что есть на сегодняшний день почему это тоже бесподобный вариант его на сегодняшний день хватит но максимум два часа ну если там яркость дисплея убрать все убрать 3-4 часа вот эта штука продержит для небольших гонок достаточно для марафонов как мы готовились привыкали ездить эти более 24 часовой нет длинные марафоны таких устройств надо было а а альфа на сутки без подзарядки пожалуйста проработать вот как бы вам результат это единственное из-за чего я бы рекомендовал если возможность таковая будет купить альфа на и вот это вот задняя крышка которую я присобачил каиму к соло 2 она именно от альфа на картон доме в картинг-центре рк ркс в магазине продаются продавались я думаю сейчас тоже есть как можно выяснить именно комплектом альфа на или этот крепеж сразу народ потому что они там знаю что для проката люди будут покупать куклу них там очень много марафонов 6 часов 24 часовой а следующем году кстати в конце апреля там будет 26 часовой марафон первую в истории для них они решили перешагнуть рубеж и увеличить длину дистанции традиционного ежегодного марафона весеннего на два часа и гонка будет 26 часов их тут мы видим много разных самый простой для проката можно выбирать без цветного дисплея прошу прощения и видимо здесь цену 455 евро я нашел вот еще просто перед роликом покопался есть на мандо карте стандартную но это light версия нам лучше брать версию про и light хотя тоже не труба бывает по моему давай-бать не будет автоматически рисовать трек крошка будет рисовать автоматически то есть мы поехали изучил к руки и все все что вам надо то есть вам даже не нужно случае с альфа на придумывать трек то есть вы поехали режим обучения включили и здесь то режим обучения включили через там два три круга которые вы проедете полета это круг и его базу сохраняет потом случае если он неправильно только отсечку старт-финиш вам покажет ее там уже в программе в софте само можно передвижнуть отсечку старт-финиш ну бюджет вот такое то что мы видим сейчас на экране то это цена в европе и тут еще надо смотреть с интересами или без или без 430 долларов евро и аимовский этот маленький соло тоже примерно также будет стоить то есть порядок там плюс еще добавить доставку налоги как получится 400 до 500 вот в этом диапазоне на что можно рассчитывать 400-500 евро что то что то устройство альфа на точно я помню что 6 про она называлась не вот этот обычный тебя здесь скорее всего тоже надо будет изучить мы видим что на 455 на официальном сайте просто на официальном сайте цена уже с налогами и так далее у дилера бывает можно найти дешевле потому что насколько я помню кто прошлая версия была до 500 долларов ну цена которого которую я мог получить в общем так конечно мне дешевое удовольствие но функциональное рабочее хорошее устройство меньших денег аналогов не существует что еще могу порекомендовать если пока возможности нет но хотите получать информацию пользоваться смартфоном ставить его себе на руль в гонках крепежи на большинстве рулей есть ездить с телефона но в плохих погодных условиях это не будет получаться плюс телефон не сильно дорогой то это опасно что он может повредиться поэтому если есть какой-то старый телефон который не жалко этого юзать одеть его в чехол в настройках поставить режим чтобы не засыпал дисплей потому что это работает с браузера а браузер когда долго в телефоне работает то телефон это не воспринимает какую-то программу он может телефон усыпить поэтому нужно в настройках энергосбережения на телефончике поставить будет чтобы не запахал дисплей и пользоваться этим ну на этом все то есть либо альфанос 6 которая в комплекте с этим крепежом если надо я могу узнать во франции аимовские устройства виталий тоже если надо можно узнать этот вопрос опять таки сайт французский который содикарта итакошоп.com любые товары как я и говорил ранее можно но можно когда мы собираем какой-то централизованный заказ потому что на практике зачастую было так что я говорю что мы собираемся что-то заказать все таки если у вас есть какие-то желания добавляйте к заказу да 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 тишина 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 на потом в течение года было несколько раз там разные пилоты могут написать хочу перчатки хочу еще что-то отдельно какую-то вещь просто нет смысла представьте для того чтобы купить заказать одну перчатки нужно зайти на сайт надеть эти перчатки заказать доставить на точку во франции потом взять эти перчатки поехать там за 40 за 50 километров фунт отправки отправить эти перчатки но не золотые будут золотые относительно соотношения потраченного времени к тому что мы везем да то есть усилия потраченные на 50 евровые перчатки они не стоят тех энерго труда затрат и затрат в том числе даже топлива банально которые нужно потратить на то чтобы куда-то доехать чтобы их отравить поэтому поэтому если скооперироваться и будет желание там если обновить там 5 7 пилотом 5 7 8 экземпляров каких-то то на этом сайте можно выбрать все что угодно здесь есть и цены со скидками дилера будут очень-очень хорошей надеюсь это видео вам помогло и принятие решения пользоваться теми внутри или нет к сожалению у нас их нет никаких на картодроме эта штука была одна я и в этом году пользовался три раза сейчас она лежит но когда-то пригодится такие вещи какого должны быть действительно полезно но опять-таки нужны они вам если вы умеете этим пользоваться если вы умеете то как вариант раньше мы предоставляли услугу на картодроме тренировка с тренером с телеметрией то эффективно было бы продолжить заниматься и вернуться именно к такому формату приехать позаниматься с профессионалом с телеметрией и потом профессионал вам в этой теги 3 покажет объяснить и покажет девушки оставания потому что тут надо меня учиться не только визит но и работать с этим а еще для этого нужно много времени чтобы правильно это все проанализировать научиться правильно проанализировать потом закреплять результат опять анализировать и так далее это все достигается упражнениями во всех областях которые здесь действуют если есть вопросы задавайте не стесняйтесь в основном чем могу тем помогу всегда рад ссылочки на каждое из этих устройств и на сайте я оставлю в описании к этому видео всем добра любите картинг и ждем всех на гранд финале